2004 год. Космический зонд Кассини приближается к опоясанной кольцами планете Сатурн и её 56 лунам. Он открывает здесь нечто невероятное — условия, в которых может существовать жизнь. И если такие условия могут существовать так близко от нас, то, что мы могли бы найти в соседней галактике, на планете в точности похожей на Землю? Таинственный космос. Инопланетная сафари. Многие тысячелетия люди смотрели на небо и гадали, одни мы во Вселенной или нет. Сегодня мы ближе, чем когда-либо, к ответу на этот вопрос. Некоторые учёные считают, что мы впервые увидим наших инопланетных сородичей в ближайшем будущем. Я надеюсь, что это произойдёт в ближайшие 10 лет. И я готова, если это случится на следующей неделе. Чем быстрее, тем лучше. Кроме того, возможно, мы обнаружим инопланетян не на далёких планетах, в неисследованных галактиках, а рядом с нами, в Солнечной системе. Сейчас учёные ищут доказательства того, что инопланетяне существуют и живут на самых опасных планетах. Во время нашего сафари мы посетим 7 пунктов назначения в нашей Солнечной системе, чтобы понять, где могли бы жить эти существа и как они могли бы выглядеть. В этих экзотических местах невообразимо суровые условия. Жизнь, какой мы её представляем, погибнет там моментально. Но инопланетная жизнь может оказаться гораздо более сильной, чем мы себе представляем. И доказательством этому служит группа организмов прямо здесь, на Земле. Всего несколько десятилетий назад мы были уверены, что наша планета уникальна. Пока это единственная известная нам планета, на которой в процессе эволюции возникли миллионы видов. Благодаря изобилию солнечного света, тёплой воде и защите атмосферы. Мы пришли к логическому выводу, что для жизни необходимы все эти факторы. Этот вывод исключал наличие жизни на всех известных планетах Солнечной системы. Но потом биологи начали исследование в самых тёмных и холодных уголках Земли. И к своему удивлению, они обнаружили живых, дышащих существ. Биологи называют такие организмы экстремофилами. Некоторые обходятся без света или кислорода. Другие могут выжить при огромном атмосферном давлении. Кажется, жизнь можно встретить практически везде. Например, в Антарктике. После многих лет исследований этой безжизненной и замёрзшей местности учёные и сомневались, что найдут что-либо живое. Но в 1999 году группа исследователей извлекла из-под двухметрового слоя льда камень. Они были потрясены своей находкой. Когда они раскололи камень, они обнаружили, что он кишит крохотными существами. Здесь при температуре 56 градусов ниже нуля, под двухметровым слоем льда, жизнь сумела отвоевать себе место. Биологи всё чаще находят форму жизни. Конечно, не кенгуру, а более простые организмы, которые живут при очень низких и очень высоких температурах, очень большом давлении, даже там, где есть что-то вроде повышенной радиации. Оказывается, жизнь может существовать в гораздо более широком диапазоне сред обитания на нашей планете, чем мы привыкли думать. И если жизнь может существовать в экстремальных условиях не только здесь, дома, но и где-то в другом месте Солнечной системы, представьте, что это может означать. Если только в нашей Солнечной системе или на нашей планете нет чего-то сверхъестественного, то жизнь должна быть самым обычным явлением, а значит, должно существовать большее количество миров, населённых жизнью. А в некоторых из них могла зародиться и разумная жизнь. Вначале все мы были экстремофилами. Наша Земля была такой же беспощадной планетой, как и другие. В первый миллиард лет существования Земли космические обломки безжалостно обстреливали её поверхность. Столкновения превратили её поверхность в кипящий раскалённый ад, в котором жизнь была невозможна. Но после того, как Солнечная система успокоилась и Земля стала остывать, появилась вода. И это сделало возможным появление жизни. В 1953 году исследователь Стэнли Миллер при помощи лабораторного эксперимента доказал, насколько легко могла зародиться жизнь на Земле. Он смешал воду с водородом, метаном и аммиаком, компонентами земной атмосферы ранних лет. Затем он пропустил через этот раствор электрический разряд, который имитировал молнию. Результаты его эксперимента потрясли мир. Миллер получил органические молекулы под названием аминокислоты. Это белковые структурные элементы всех живых организмов. Если молния помогла жизни появиться на Земле, возможно, то же самое произошло и на других планетах. Галактические зонды обнаружили компоненты из эксперимента Миллера по всей Солнечной системе, включая наиболее важный для появления жизни. Одно из условий, необходимых для существования всех известных нам на Земле форм жизни, это наличие жидкой воды. При поиске сред обитания, пригодных для жизни, мы руководствовались данными о наличии воды. Наша сафари направляется к семи мирам. Некоторые из них, возможно, имеют большие запасы воды. И по мнению ученых, там могут скрываться инопланетяне. Хотя жизнь там могла возникнуть почти таким же образом, как и на Земле. Мы можем только гадать о том, как она выглядит сейчас. Мы начнем с мира, который всегда давал пищу нашему воображению. Планеты прямо по соседству с нами, Марса. Среди планет, на которых мы искали жизнь, мы больше всего изучали именно эту. Вчера у нас была интересная поездка. Ученый, который сможет первым увидеть марсиан, если их обнаружит, Стив Сквайерс, научный руководитель программы НАСА по марсоходам. Из всех планет Марс всегда привлекал особое внимание людей. Долгое время мы достаточно знали о Марсе, чтобы полагать, что он больше всех похож на Землю. Возможно, он больше всех походит на Землю. Там есть атмосфера и времена года. Но люди на Марсе быстро погибли бы. Там разреженная атмосфера, примерно в 40 раз более разреженная, чем на вершине горы Эверест. И он находится в плохом районе нашей Солнечной системы, рядом с поясом астероидов. Его атмосфера слишком тонкая, чтобы его защитить. Астероиды непрерывно бомбардируют его поверхность. Сильный ветер может поднять песчаную почву Марса в воздух, и вся планета на несколько недель покрывается песчаными бурями, которые вызывают торнадо высотою 8 километров. Температура в середине дня на экваторе составляет 0 градусов Цельсия, а ночью падает до минус 70. Дэвид Гринспун, хранитель отдела астробиологии в Денверском естественно-научном музее. По его мнению, Марс был бы теплее, не будь он планетой-карликом. Когда я беру кофе холодным утром, я знаю, что маленькая чашка эспрессо остынет быстро, в то время как большая чашка будет гораздо дольше оставаться горячей. Большие объекты дольше остаются горячими, потому что их внутренняя часть защищена от внешнего воздействия холода. Планеты устроены точно так же. Маленькая планета остывает на раннем этапе своей истории. Большая планета, например, Земля, остается горячей в течение миллиардов лет, поэтому, скорее всего, на ней более вероятно найти жизнь. Несмотря на недостатки, Марс всегда привлекал внимание ученых, потому что его рельеф, казалось, мог быть доказательством существования там жизни. Динамичный ландшафт из гор, вулканов и глубоких ущелий не так сильно отличается от Земли. Первым астрономом эти особенности рельефа казались океанами и реками, и даже системой каналов, которая, по их предположениям, не только доказывала существование жизни, но и была создана живыми существами. В США Персива Лоуэлл, наблюдая за этими объектами, пришел к выводу, что каналы имели настолько правильную геометрическую форму, что они должны были быть результатом деятельности разумной жизни. Он был прав. Проблема была в том, что эта жизнь находилась по другую сторону телескопа. Когда эти объекты были в окуляре телескопа, человеческий мозг и восприятие начинали конструировать объекты, которых на самом деле там не было. Лоуэлл был не единственным. Некоторые ученые были потрясены, когда зонд Викинг-1 передал на Землю вот это изображение. Что это? Человеческое лицо, которое, возможно, изобразили марсиане по своему подобию? До недавнего времени мы на самом деле не знали, где искать инопланетную жизнь в нашей Солнечной системе. Но мы всегда знали, как будут выглядеть инопланетяне, когда мы их обнаружим. Обычно наши инопланетяне достаточно сильно напоминают землян. Их вид может быть отталкивающий или привлекательный, но чаще всего это искаженный образ нас самих. Сет Шостак, старший астроном в Институте поиска внеземного разума в Калифорнии, всю свою карьеру пытался поймать радиосигнал далекой инопланетной цивилизации. Нет никаких оснований полагать, что они будут выглядеть, как мы, или даже думать, как мы, или вести себя, как мы, или вообще говорить на каком-либо языке. Нужно просто взглянуть на многообразие жизни на Земле, чтобы понять, что природа может создавать множество различных форм жизни. Но если на Марсе и есть жизнь, как она смогла уцелеть в таких экстремальных условиях? С 60-х годов 20-го века ученые отправили к Красной планете десятки зондов. Первые фотографии безжизненного ландшафта быстро разрушили все надежды найти там разумных существ. Но то, что увидели ученые, тем не менее, было поразительно. Хотя нет никаких доказательств существования каналов, построенных марсианами, есть признаки того, что на Марсе действительно могла быть вода. Есть мнение, что жестокая Красная планета когда-то могла быть голубой. Надо просто вернуться на пару миллиардов лет назад. 3,5-4 миллиарда лет назад Марс имел более плотную атмосферу, на его поверхности точно была вода. Возможно, в ней появилась жизнь, и по мере того, как условия ухудшались, живым существам пришлось адаптироваться. Возможно, жизнь адаптировалась, а не погибла, потому что жидкая вода все еще может быть под поверхностью. Но поскольку на Марсе нет воды на поверхности очень низкая температура и сверхразреженная атмосфера, он может понравиться только одному виду организмов – экстремофилу. Экстремофилы прекрасно живут в самых жестоких условиях. Чтобы взглянуть на место, где они могли бы скрываться на Марсе, мы отправляемся к долине Маринера, огромной трещине на поверхности Марса, которая в некоторых точках в 20 раз шире Великого каньона, а ее глубина почти равна высоте Эвереста. Когда-то в этой долине могли быть озера, и в этих озерах могла существовать жизнь. Когда вода стала высыхать, жизнь могла эволюционировать, чтобы приспособиться к неблагоприятной окружающей среде. Мы не узнаем, на что похожи эти экстремофилы, пока не найдем их. Но они, возможно, походят на организмы, которые живут в экстремальных условиях здесь, на Земле. Необычная группа биологов, которых называют астробиологами, исследуют на Земле формы жизни, которые мы могли бы обнаружить в космосе. Астробиолог Рокко Мончинелли охотится за экстремофилами Марса. Если вода ушла под поверхность, а какая-то ее часть, безусловно, ушла, то что случилось потом? Она образовала солевые карманы. А какой организм способен жить в соленом растворе — солелюбивый организм? Астробиолог Крис МакКей считает, что ему известны солелюбивые существа, которые могли бы выжить на Марсе. Существа, очень похожие на те, которые он обнаружил в одном из самых сухих и соленых мест на Земле. Основное препятствие для жизни на Марсе то же самое, что и основное препятствие для жизни здесь, в долине смерти. Это сухость. Жизни труднее всего адаптироваться к этому фактору. Тысячи лет назад в долине смерти было соляное озеро, точно так же, как в долине Маринера на Марсе были озера. Эта местность выглядит безжизненно. Огромная белая пустыня до горизонта. Но прямо под поверхностью Земли находятся слои растущих водорослей и бактерий. Они живут в окружающей среде, которая в корне отличается от той, которую мы ощущаем на поверхности. Мы находимся в месте, которое кажется безжизненным, мертвым. Однако, если копнуть глубже, вы увидите, что скрывается под землей. Под слоем соли находятся упрямые зеленые водоросли, которые питаются водой и светом, просачивающимися сквозь землю. В свою очередь, водорослями питаются солелюбивые микроорганизмы. И эту структуру, высохшее дно солиных озер, которое на Земле встречается в пустынях, мы также найдем и на Марсе. Жизнь на Красной планете может скрываться не только в соляных пустынях. На Марсе есть огромные вулканы. Некоторые из них в 5-6 раз больше, чем вулканы на Земле. Астробиолог Пенни Бостон изучает пещеры, называемые лавовыми трубами. Они остаются после того, как вытекает вулканическая лава. Недавно мы считали, что в таких пещерах нет жизни. Здесь нет солнечного света, а без солнечного света нет фотосинтеза. Однако в лавовых трубах возле Альбукерка, в Нью-Мехико, Бостон обнаружила свидетельство наличия экстремальных организмов. Мы знаем, что на Марсе очень много лавовых труб. И здесь у нас есть возможность увидеть, как они формируются и посмотреть на формы жизни, которые их населяют. Экстремофилы, которых обнаружила Бостон, кажутся полными сил. Они получают энергию из минералов в стенах пещеры. Вот, мы стоим рядом со стеной. И вы можете видеть, как на черном базальте растут эти белые лоскуты. Для этих крошечных существ каждый из них, как большой город. Все они укрылись в этих маленьких выемках в базальте. Эти крошки адаптировались к холодным температурам. Они никогда не получают света и довольствуются тем, что могут найти в этой среде. Есть ли такие же существа в пещерах под вулканическими полями Марса? Бостон считает, что да. Мы найдем жизнь. И я надеюсь, что проживу достаточно долго в добром здравии, чтобы увидеть это. Возможно, мы уже краем глаза видели марсиан. Но не когда мы посещали их планету, а когда они посетили нашу. 16 миллионов лет назад в Марс врезался астероид, который вытолкнул в космос кусок скалы весом в 2 килограмма. Удивительно, но этот камень долетел до Земли и остался лежать в Антарктике. Ученые НАСА, Дэвид МакКей и Эверет Гибсон были поражены, когда нашли внутри него очертания окаменелостей. Вода проделала внутри камня маленькие туннели. И в этих туннелях МакКей и Гибсон обнаружили, по их мнению, свидетельство существования живых бактерий. Это маленькие микробы. Мертвые. Это окаменелости. А в некоторых случаях мы вообще не видим самих организмов. Мы видим их отпечатки или доказательства, что они там были. Жизнь с Марса? Возможно. Охота только начинается. НАСА планирует отправить на Марс вездеход под названием «Феникс». Он будет изучать полярные льды планеты и возьмет пробы с глубины 1 метр от поверхности. НАСА даже планирует отправить туда людей. Возможно, они не встретят там маленьких зеленых человечков из наших фантазий. Но они могут обнаружить какие-то формы жизни. На что они будут похожи? Скорее всего, это подземный обитатель, который способен питаться малым количеством воды. Возможно, организм, который питается минералами, как существа в лавовых трубах в Нью-Мехико. Даже самая скромная находка будет иметь огромное значение. Она докажет, что жизнь встречается не только на Земле, но и существует по соседству с нами. Наша сафари по местам вероятного обитания инопланетной жизни в Солнечной системе теперь направляется мимо пояса астероидов по другую сторону Марса. Здесь царствует Юпитер. Однако эта планета самая большая в Солнечной системе достаточно враждебна для жизни из-за токсичных газов и непреодолимой гравитации. На Юпитере не только очень холодно, но у него очень плотная атмосфера толщиной в десятки тысяч километров. Там встречаются аммиак, амметан и, знаете, что-то вроде средства для чистки ванной. Но у Юпитера есть 60 известных нам лун. На первый взгляд, маловероятно, что на этих лунах может встретиться инопланетная жизнь. У них разреженная атмосфера и на них нечеловеческий холод. Калисто имеет мягкий климат с температурой минус 250 градусов Цельсия. Исследовательские зонды «Вояджер» и «Галилео» не обнаружили на поверхности этих лун почти ничего, кроме льда, с одним поразительным исключением. Ио — одна из ближайших к Юпитеру Лун. Когда в 1979 году НАСА отправила к Ио «Вояджер-1», астрономы были потрясены, обнаружив на ее поверхности бушующие гигантские вулканы. Ио обладает наибольшей вулканической активностью в Солнечной системе. Ее поверхность непрерывно извергает вулканический материал. Что нагревает внутреннюю часть этой ледяной Луны? Удивительно, но это сила притяжения, притяжение Юпитера. Гравитация гигантской планеты притягивает ее Луны с огромной силой. Чем ближе Луна, тем сильнее действует гравитация, так сильно, что она может вытягивать ее кору. Но некоторые из Лун вращаются по эллиптической орбите. Поэтому при приближении к Юпитеру кора вытягивается по направлению к планете. При удалении от нее кора снова приобретает сферическую форму. Это постоянное периодическое движение создает трение глубоко внутри Луны, а за счет трения выделяется тепло. Это все равно, что добывать огонь при помощи трения двух веток. Притяжение Юпитера нагревает Ио изнутри. Вулканический дым и отсутствие воды делают Ио малопригодной для жизни. Но остальные крупные Луны Юпитера находятся дальше, достаточно близко к полю притяжения Юпитера, чтобы оно нагревало их изнутри, но достаточно далеко, чтобы их поверхность оставалась спокойной. Три из них кажутся особенно вероятными местами для обитания инопланетной жизни. Самая удаленная от планеты гиганта Калисто. На своей поверхности Калисто походит на нашу Луну. Она покрыта кратерами от падений бесчисленных астероидов. Эти столкновения могли на короткие периоды растапливать лед, что позволило бы появиться жизни. Но в 1998 году аппарат «Галилео» обнаружил гораздо более многообещающий инкубатор глубоко под поверхностью Калисто. Радиоактивные породы и огромное давление в ядре Калисто вырабатывают тепло внутри нее. Возможно, тепло изнутри растапливает ледяную шапку и создает скрытый океан. А в скрытом океане может существовать скрытая жизнь. Подлетая ближе к Юпитеру, мы видим его самую большую Луну Ганимеда. Ганимед также имеет очень неровный рельеф. над его поверхностью поднимаются горные хребты, похожие на протектор шины. Эти яркие пятна кратеры, достигающие пяти километров в диаметре, скорее всего, свиньям по краям. Но эти фотографии дают нам самую верную подсказку о том, где здесь может скрываться жизнь. На них изображены текучие ледники, ледники, похожие на земные. Движущиеся ледники Ганимеда также могут быть признаком тепла внутри него. Поэтому, как и на Калиста, на Ганимеде тоже может быть скрытый океан, который лежит под слоем льда в целых 200 километров. Но самая интересная Луна на этом этапе нашего сафари третья. она называется Европа. И из этих трех находится ближе всех к Юпитеру. Близость к планете-гиганту означает, что ядро Европы может быть очень горячим, намного горячее, чем у Калиста или Ганимеда. Но ее поверхность остается холодной. Удачное сочетание для жизни, поскольку где-то в середине может существовать зона умеренной температуры. Толстая ледяная кора Европы испещрена гигантскими трещинами. Это знак того, что лед постоянно перемещается. На нашей планете такие же трещины есть на ледниковом щите, которым покрыт Северный Ледовитый океан. Возможно, что подо льдами Европы находится самый большой океан в Солнечной системе. Океан в два раза больше всех вместе взятых океанов Земли. Если океаны действительно там есть, что очень вероятно, они находятся там уже очень долго, может быть, чуть больше четырех миллиардов лет. За четыре миллиарда лет в океане, полном воды, как вы думаете, могло ли что-нибудь возникнуть? По крайней мере, это весьма вероятно. Среда океана Европы примерно настолько же подходит для обитания живых существ, как и среда наших земных океанов. На самом деле, организмы с планеты Земля скорее всего смогли бы жить и в океане Европы. Но океаны Европы должны быть очень холодными, даже частично замерзшими. И в них никогда не проникает солнечный свет из-за ледяной шапки толщиной 15 километров. Мы никогда бы не подумали, что здесь может существовать жизнь, если бы не революционные открытия у берегов Эквадора. На многокилометровой глубине в Тихом океане биологи обнаружили сообщество кольчатых червей, крабов и даже кальмаров. Эти существа прекрасно себя чувствуют, несмотря на полную темноту, экстремально низкую температуру и давление большой глубины. Они питаются бактериями, которые берут энергию не от Солнца, а от химических веществ, извергающихся из морского дна. Возможно, мы обнаружим похожие вулканические выходы на Европе, поддерживающие собственную систему жизни. Чтобы узнать это, ученые НАСА хотят посадить на поверхность Европы исследовательские аппараты. Некоторые хотят отправить туда Крио Ботта, робота, который растопит лед и опустит зонд в жидкую среду под ним. Это несложно сделать. Надо просто растопить лед, чтобы проложить путь зонду, только растопить придется не пару сотен метров, а, возможно, километров 15 льда. Затем опустить вниз трос с прикрепленной к нему видеокамерой и светильником и осмотреться. Мы не можем исключить, что в таком количестве воды простейшие формы жизни могли эволюционировать. Возможно, мы даже сможем найти такие же высокоразвитые организмы, какие есть на Земле. Но, скорее всего, мы найдем микробов. Но даже это полностью изменит наше представление о том, как возникает и развивается жизнь. Европа была горячей, но что, если мы имеем дело с самым холодным из известных мест? Или если озера вместо воды наполнены токсичными химическими веществами? Когда наша сафари еще дальше проникнет в космос, мы столкнемся именно с такими мирами. В то время, как наша сафари в поисках инопланетной жизни проносится мимо опоясанного кольцами Сатурна, мы видим, что его атмосфера наполнена бурлящими газами. Мы также чувствуем силу притяжения Сатурна. Слабее, чем у Юпитера, но все равно огромную. Мы следуем дальше. Мы вряд ли обнаружим здесь живых существ. Кольца Сатурна также на редкость негостеприимны. Они состоят из камней и льда размером от сахарной песчинки до целого дома. Но у Сатурна много лун. В настоящее время их известно 56. Наша сафари вначале направляется на первую из этих лун. Крошечный ледяной спутник под названием Энцелад. Всего 500 километров в диаметре. Здесь очень слабая гравитация. Ничтожная доля от земной. И на Энцеладе почти нет атмосферы. Он отражает в космос почти весь попадающий на него солнечный свет, что делает его самым ярким объектом в Солнечной системе. До недавнего времени мы считали, что на Энцеладе тоже слишком холодно для существования жизни. Похоже, что мы ошибались. К 2005 году, после 7 лет полета, космический аппарат Кассини приблизился к этой крошечной луне и обнаружил то, что ошеломило научного руководителя проекта Каролин Порко. Это изображение, вы знаете, оно просто вызвало у нас шок. Эти столбы состоят из воды, извергаемой гейзером. Пар и горячая вода гейзера попадают в холодный вакуум космоса и превращаются в струю льда. Поскольку гравитация почти не удерживает его, ледяное облако может достигать размеров самого Энцелада. Порко никогда и нигде не видела ничего подобного. Обнаружить такое небесное тело, как Энцелад, это мечта исследователя планет. Эти струи, или, если хотите, фонтаны, разбрасывают пары снег со льдом на сотни километров над южным полюсом Энцелада. Вывод можно сделать только один. Крохотный ледяной Энцелад внутри очень горячий. Как и у Юпитера, огромное гравитационное поле Сатурна притягивает его спутники и создает трение и тепло внутри них. Насколько мы можем судить сейчас, единственным возможным выводом является то, что глубоко внутри Энцелада может находиться жидкая вода, поскольку он теплый. И самые лучшие модели, при помощи которых мы можем объяснить наличие тепла и в меньшей мере струй пара, указывают на то, что температура там достаточно высокая, чтобы растопить лед. Тепло, жидкая вода, даже в самых дальних уголках Солнечной системы могут быть химические элементы, необходимые для жизни. Какой организм смог бы жить в кипящей воде гейзера? Благодаря горячим источникам на Земле мы можем себе это представить. Одно время мы полагали, что в кипящих гейзерах Йеллоустонского национального парка нет живых организмов. Но потом биологи обнаружили в этой воде микробов. Микробов, которые питаются химическими веществами, растворенными в этой воде. Сегодня мы называем их термофилами. Самые живучие из них могут существовать в кипящей воде. Могут ли термофилы быть на Энцеладе? Чтобы узнать это, наше сафари приближается, чтобы получше рассмотреть этот инопланетный гейзер. Рядом с поверхностью ничто не может выжить из-за холода. Температура здесь достигает минус 200 градусов по Цельсию. А как насчет горячей воды внутри? В ледяном столбе над Энцеладом зонды Кассини обнаружили углекислый газ и метан. Химические элементы, которые могли бы служить питанием для жизни внизу. Так же, как богатые химическими элементами йеллоустонские источники питают живущих там микробов. Это небесное тело с очень большой вероятностью содержит внутри себя жидкую воду. Мы уже знаем, что там есть простые органические соединения и огромное количество составных элементов для них. Я думаю, это один из самых интересных для изучения объектов астробиологии в Солнечной системе. Если Энцелад был шоком для астрономов, то еще одна луна Сатурна стала для них настоящим потрясением — Титан. Он кажется наименее вероятным местом для существования жизни. Титан получает очень ограниченное количество солнечного света, примерно в тысячу раз меньше Земли. Зонды, отправленные на Титан, обнаружили лед, но не обнаружили жидкой воды. А при температурах в минус 200 градусов по Цельсию этот лед тверже камня. Что могло сделать Титан, вероятной средой обитания инопланетной жизни? Удивительно, но Титан во многом напоминает Землю, но не ту Землю, которую мы знаем сейчас. Титан оказался удивительным небесным телом в системе Сатурна. Уже давно предполагается, что на его поверхности есть окружающая среда. И она не просто похожа на окружающую среду, которая встречается на Земле. Она похожа, верите вы или нет, на ту среду обитания, которая существовала на Земле до возникновения жизни. Титан настолько заинтересовал группу Каролин Порка, что к 2005 году они отправили туда космический аппарат Кассини, чтобы запустить зонт. Это была самая удаленная посадка на поверхность из всех. Зонт увидел только горы и долины. Но облёт Кассини после этого позволил увидеть береговую линию. Вскоре показались тысячи озёр, по крайней мере, одно из них больше, чем великие озёра в Северной Америке. Мы впервые обнаружили жидкость на поверхности другого небесного тела. Он немного напоминает Миннесоту, только в озёрах не вода, а жидкий природный газ. Но жидкий природный газ — это всё равно жидкость. А это не снег, это хлопья метана. Как и на Земле, на Титане есть погода, но она носит несколько психоделический характер. Здесь даже есть метановые ураганы. Это не вода. Это метан, который делает всё то же самое, льётся дождём, испаряется, течёт в реках. Таким образом, на Титане есть вещество, которое делает то же самое, что и вода на Земле, только это метан. Похожая обстановка могла существовать на Земле 4 миллиарда лет назад, из-за чего учёные считают, что Титан также может быть инкубатором жизни. Химические процессы происходят даже при таких низких температурах. Они идут очень медленно, но у Титана на химические реакции было 4 миллиарда лет. Поэтому за такой период времени, возможно, что-то и появилось. Это что-то должно было появиться без жидкой воды, чего до сих пор мы никогда не встречали. Но учёные не исключают эту возможность. Воду мог заменить метан, который в изобилии встречается на Титане. Метан, который на Земле используется как топливо, долгое время считался ядовитым для всех живых существ. Но в 1997 году учёные исследовали скопление метанового льда в Мексиканском заливе. Они были удивлены, обнаружив колонии, похожих на сороконожку червей, длиною 2 сантиметра, которые жили в этой замёрзшей субстанции. Они полагают, что черви могут есть бактерии, которые питаются метаном. Вообще, многое из того, что мы считаем смертельным, на самом деле может помочь выживанию. Если возможно найти путь эволюции, который позволит использовать эту энергию, а не погибать от её воздействия, это может принести щедрые результаты. На поверхности Титана может оказаться ещё одно препятствие для жизни. Поскольку его защищает слабое магнитное поле, живые организмы на его поверхности могут пострадать от космического излучения. Но это может и не быть проблемой для экстремофила, как мы узнали здесь, на Земле. Биологи обнаружили множество живых организмов рядом с заражённым ядерным реактором в Чернобыле. Эти организмы даже плавали в токсичных радиоактивных отходах, питаясь разлагающимися молекулами. Возможно, что формы жизни на Титане делают то же самое. Чтобы найти жизнь на Титане, нам, возможно, придётся погрузиться в его метановые озёра, где мы можем найти бактерии, которые любят химические вещества. Возможно, мы даже найдём устойчивых к радиации микробов, похожих на найденных на Земле в Чернобыле, которые живут на его твёрдых, как камень, ледниковых щитах. Организмы, питающиеся метаном, могут вырабатывать тепло, которое растопит лёд и, возможно, создаст ещё один источник жизни. Без сомнения, жизнь на Титане представляла бы странное зрелище. Но нам ещё предстоит посетить самый странный мир из тех, где учёные считают возможным существование жизни. И он гораздо ближе к нашему дому. Наша сафари по мирам, где наиболее вероятно существование инопланетной жизни, завело нас далеко. Мы побывали в ледяных пустынях, скрытых океанах и метановых озёрах. Но мир, в который мы отправимся сейчас, возможно, имеет самые экстремальные условия из всех. Для нашей последней остановки мы направляемся обратно к Земле, на Венеру. Эта планета — наш ближайший сосед по Солнечной системе. Если жизнь может существовать здесь, похоже, она может существовать почти везде. Чтобы достичь поверхности Венеры, нам придётся преодолеть густой слой жёлтых облаков, толщиной 65 километров, по составу похожих на аккумуляторную кислоту. Атмосфера здесь в 90 раз тяжелее земной. Такой вес не может выдержать человек. На поверхности, до самого горизонта, видны потухающие вулканы и поля лавы. Они покрывают 85% поверхности планеты. Трудно поверить, что когда-то на Венере были огромные океаны. В общем, здесь имел место неуправляемый парниковый эффект, когда по мере потепления начинают испаряться океаны, что ещё больше увеличивает содержание влаги в воздухе. Водяной пар — это мощный парниковый газ, поэтому процесс становится неуправляемым. В общем, океаны выкипают, и весь СО2 оказывается в атмосфере, и сегодня мы имеем очень горячую планету с гиперпарниковым эффектом. Температура на Венере составляет около 460 градусов по Цельсию, то есть она даже горячее Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты. Это неблагоприятное для жизни место. Известная нам жизнь не может существовать на поверхности Венеры, потому что горячие газы просто разорвут органические молекулы на куски. Но мы остановились здесь не из-за того, что находится на поверхности, а из-за того, что находится в воздухе. В 1982 году советский космический аппарат «Венера-14» побывал на Венере. Он обнаружил, что в облаках на высоте 50 километров температура намного ниже, чем на поверхности. Более того, он нашел молекулы, которые так важны для жизни — H2O. Для этого вся вода, которую мы находили за пределами Земли, была полностью заморожена. Только в облаках над Венерой мы нашли ее в виде пара, которая может быть инкубатором жизни. Но облака Венеры также наполнены высококислотной серой. Когда-то мы думали, что ничто не может жить в сере. Но ученые взяли анализы воды, вымываемой из шахты в Калифорнии. Она имеет одну из самых высоких кислотностей на Земле. В серной кислоте, достаточно едкой, чтобы разъедать металл, одежду и растворять человеческое тело, они нашли жизнь. Экстремофилов, любящих кислоту. Эти организмы питаются соединениями серы, такими как сульфид железа. Поедают железо и выделяют серу с высокой кислотностью. Есть ли такие экстремофилы в небе над Венерой? Астробиологу Дэвиду Гринспуну хочется думать, что да. Возможно, в облаках над Венерой есть какие-то организмы, живущие в сере. Сера довольно необычно поглощает ультрафиолет, и я представляю, что там возможно что-то типа фотохимической реакции, при которой ультрафиолет используется для преобразования химических веществ в более высокий уровень энергии, которая затем используется для питания. Как будут выглядеть эти инопланетяне, если мы все-таки их найдем? Они должны будут переносить высокие температуры и огромное атмосферное давление. Им также придется выживать при концентрации кислот, который будет убийственной для большинства форм жизни. Возможно, они будут похожи на более живучую версию устойчивых кислоте экстремофилов в Калифорнийской шахте. Мы продолжаем находить жизнь в местах, которые раньше считали необитаемыми. Поэтому каждый раз, когда мы говорим «это невозможно», в облаках Венеры не может быть жизни, я думаю, что нам надо быть осторожными, потому что это может быть всего лишь следствием нашего невежества или ограниченности воображения, а нереальными ограничениями бесконечной изобретательности природы, которая, похоже, находит решение этих проблем. Когда наша сафари возвращается в прохладный, голубой, полный жизни мир Земли, мы понимаем, почему так чтим ее жизнетворные дары. Но, как мы узнаем, живые существа могут встретиться в самых экстремальных условиях. Экстремофилы, возможно, походят на первую версию жизни в нашей Вселенной. Они даже могут оказаться ее наиболее распространенной формой. Могли ли они эволюционировать во что-то более сложное, чем простейшие начальные формы? Возможно ли, что где-то там есть и разумная жизнь? Более 40 лет ученые из Института Сети в Калифорнии ищут в небе ответ на этот вопрос. Старший астроном Сет Шостак верит, что он узнает звуки инопланетной жизни, когда услышит их. У нас есть пара проектов наблюдения для поиска таких сигналов. Самые крупные проекты — это радиопоиск. Для этого мы используем большие системы антенн и направляем их на ближайшие звездные системы, про которые думаем. У этого типа звезды, возможно, есть планета, которая походит на Землю. Мы наводим их в этом направлении в надежде поймать сигнал, который сообщит нам, что там есть кто-то достаточно умный, чтобы сделать радиопередатчик. Это сафари, в ходе которого вы никогда не покидаете дом. Недавно астрономы также уловили достаточно света с планет в далеких звездных системах, чтобы определить их химический состав. Они обнаружили элементы, которые могут создать РНК, один из структурных элементов, из которых состоит жизнь на Земле. А в созвездии весов, на расстоянии 20 световых лет, группа европейских астрономов обнаружила планету, которая может быть достаточно теплой, чтобы на ее поверхности была жидкая вода, в точности, как на Земле. Тем временем к дальним пределам нашей галактики направляются четыре космических аппарата, запущенных в 70-х годах 20-го века. На борту двух из них находится карта нашей Солнечной системы и изображение мужчины и женщины. В двух других находятся пробы Урана, по периоду полураспада которых можно будет определить возраст зонда, независимо от языка. На двух из них также летит, возможно, самое универсальное послание из всех, запись, которая включает произведение Баха. Только не ждите новостей слишком скоро. Этим межгалактическим почтовым открыткам с Земли понадобится 80 тысяч лет, чтобы долететь до ближайшей звезды. Наши поиски жизни за пределами Земли только начались. Предстоит исследовать еще миллиарды планет. Каждая из них — это удивительный шанс обнаружить там жизнь, даже разумную жизнь. Перед лицом этих огромных пространств мысль о том, что мы единственные в своем роде, просто кажется маловероятной. Я думаю, что вопрос, одним или нет, имеет фундаментальное значение для людей в целом. Если вы обладаете сознанием, вам придется задать этот вопрос. Где-то в известной или неизвестной галактике что-то или кто-то может быть смотрит в космос, вглядывается в Млечный Путь и спрашивает себя, есть ли где-то там жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok